Слышишь, Саша, такой вопрос еще один вопрос. Его никто не будет трогать. Саша, скажи, пожалуйста, а вот реально, представь себе, допустим, ситуацию, да, вот твои ребята, ты сегодня в Чернигов первый раз полетел, да? Да. А вчера куда летал? Вчера один вылет под Несеном Чернигов. А по куда? Сейчас скажу. Южнее Чернигов, там дорога какая-то, что ли. Ну ты ж летчик, ты ж помнишь все свои точки. Не, по дороге говорили работать серией. Ага, отработал серией по дороге? Нет, залп я кинул. Ага, понял, хорошо. А смотри, а кто из ваших вчера на Багунского, ну у нас на город пролетел, бомбочки покидал? Позавчера вернее отставить? Позавчера? Да, кто? Борис, ну-ка, у меня не делать скоро. Я не знаю, нам, объясняю, нам ставят задачу, вот, минут 10 там есть подготовиться, посмотреть район, куда летим, вот, то есть, именно кто туда летал, я не могу сказать, там постоянно что-то как-то меняется, туда летите, потом отменили, сюда летите, и вот это все, как бы... Чуешь, Саша, а скажи, пожалуйста, то есть, вам действительно, вот по правде вам доводят, что здесь мирника нету? Да. То есть, ты летишь работать на город, ты же видишь, что это город, правда? Нам сказали, что-то, чтобы всех вывезли. И всех вывезли абсолютно, и город абсолютно пустой, только ветер гоняет травинки по этому, по асфальту, да? И машины ездят сами, как у Илона Маска, да? Как Тесла, вернее, да, вот это? Ты понимаешь, что, вот, ты понимаешь, что между нашими народами с тобой, я с тобой на русском языке разговариваю, да? Вот, вражда на столетие теперь, понимаешь это или нет, скажи? Да, понимаю. Ну и как из этого варианта выходить? Я не поддерживаю нашу политику, которая ведется сейчас. А почему ты пролетел тогда? Почему ты деда убил? Зачем ты бомбу кинул? Военный человек... Приказы тоже могут выполняться по-разному, правильно? Зашел на точку, встал на боевой, сработал, ну не туда, ну мало ли, кто что тебе скажет. Явно куда-то туда, где нет домов гражданских. Ты же видишь прекрасно, что это гражданские дома, правда? Да. Ну зачем ты работал по ним? Вот чисто по-человечески, скажи мне. Вот представь себе, такие дети, как твои, как пацанов зовут, напомни твоих? Леонид, Матвей. Матвей и Леонид. Вот такие пацаны, как твои, Матвей и Леонид. Вот у меня в доме сидят, я там живу неподалеку, в подвале, понимаешь? Они боятся, они плачут. У меня дочка в первый день войны, когда вы стрельнули, кричала, в машине сидела, когда я пытался ее возить. Понимаешь? А такой, как ты, пролетел, нажал на кнопочку, бомбочку бросил и улетел. Вот скажи, как мы можем к тебе относиться? А что с тобой будет, если вот так взять тебя, просто вывезти в город, поставить и сказать местным, берите на куски. Причем будут развивать медленно, аккуратно, до того момента, и стараться так, чтобы ты жил до последней секунды. Правда? Да. Ты ничего не смотри, давай так, я попробую, я попробую, не хочешь ничего в семье своей передать? Что жив? Смотри, Саша, я включил запись, запись пошла. Дорогая, жив-здоров, мне оказали первую помощь. Ну вот, я вас очень сильно люблю, люблю вас, все. Все? Ну, Саша, все так, все, хорошо. Смотри, ты же больше так не будешь, правда? Да, уже нет. Точно-точно? Да. С мечтой про небо завязали? Ну, уже кончилось, надо почитать. Ну, и отлично. Когда увидел сегодня это все, воочию я херь ел. Ты сейчас искренне говоришь? Не, дай бог. Саша. Да, это сейчас важно искренне, не важно уже. Нет, это важно, это нам важно, мы должны понимать, что вы не просто твари. Нет, я не думал, я когда увидел, что, блядь, едут по улицам, блядь, так обычной жизнью, блядь, идет, где-то что-то взорвается, я не понимаю. Звери же так не поступают, как мы поступаем. Звери же так не делают. Мы хуже зверей. Саша, Саша, как вы так могли, скажи, пожалуйста, Саша. У нас же здесь детство.